Добрый день! Twisted Cube это шипмод обычного скьюба. Если взять обычный скьюб и как бы мысленно провернуть его, держа за обе грани, то мы получим вот такую головоломку. Соответственно, собирается он как обычный скьюб, за некоторым исключением. Так называемые паритеты с центрами. Рассмотрим подробнее все этапы сборки. Для начала на обычном скьюбе собирается одна сторона. К примеру, начнем с белой. Подробное видео обучение по сборке скьюба у меня на канале уже было. Ссылку можете посмотреть в описании. Собираем одну сторону и то же самое мы сделаем и в Twisted Cube. Единственный момент, что в простом скьюбе можно начинать с любого цвета. То в Twisted Cube удобнее начинать либо с белого, либо с желтого, поскольку именно они имеют привычную форму. Например, начнем с белого. Ставим бело-красно-зеленый угол. Смотрим дальше. Бело-зелено-оранжевый. Соберем дальше оранжево-синий. И бело-синий-красный. Первая сторона собрана. Далее. На обычном скьюбе собираем углы противоположной стороны. Тут две ситуации. Либо восьмерка, либо глаза-уши. Пиф-паф. Получаем глаза-уши. Опять пиф-паф. Углы становятся как положено. То же самое повторяем здесь. У нас здесь такая же восьмерка. Она очень легко угадывается, несмотря на измененную форму. Делаем пиф-паф. Причем здесь удобнее делать именно пиф-паф, как в методе для начинающих. Поскольку всякие фингер-триксы здесь не помогут. Скьюб держать неудобно. Получаем глаза-уши. Делаем еще один пиф-паф. Четыре угла собраны. И у нас уже становится похоже на первоначальный вид. Далее. В обычном скьюбе нужно поставить желтый центр на свое место. Для этого мы ставили его назад. Делали пиф-паф. Разворачивали на 180 градусов. И делали еще пиф-паф. То же самое сделаем здесь. Вот наш желтый центр. Ставим его сзади. Делаем пиф-паф. Разворачиваем на 180 градусов. И еще один пиф-паф. И вот уже почти собрано. Далее. В обычном скьюбе, если у нас находился правильно стоящий центр. Мы располагали таким образом, чтобы здесь цвет центра был противоположен цвету углов. Делали ту же самую комбинацию, что и при сборке желтого центра. И скьюбе уже собирался. Рассмотрим здесь эту же ситуацию. Белый-желтый у нас по краям. Оранжево-синий центр стоит на месте. Да, здесь центры двухцветные. Поэтому их ориентация важна. Располагаем его снизу. Смотрим зелено-оранжевый центр. На противоположной стороне у нас зелено-оранжевые углы. То есть, по сути, этот центр должен стоять на противоположной стороне. То есть, как раз та ситуация, которая нам нужна. Делаем пиф-паф. Перехват. И еще один пиф-паф. Проверяем. Здесь два центра стоят правильно на своем месте. Иди стоят на своем месте, но развернуты неправильно. Вот мы подошли к тем ситуациям, когда у нас возникают некоторые сложности. Которых нет в обычном скьюбе. Здесь бывает несколько типов ситуаций. У нас попалась одна из самых простых. Возможно, что неправильно ориентированы будут центры в количестве двух штук. Трех, четырех. Может неправильно стоять один. И два центра могут стоять напротив друг друга. Неправильно развернутые. Сейчас я покажу, как решаются все эти ситуации. Достаточно сделать шесть пиф-пафов. Если мы сделаем шесть пиф-пафов на обычном скьюбе, то ничего не поменяется. На самом деле будут разворачиваться этот центр, этот и два вот этих. То есть по бокам, передний и верхний. Они будут разворачиваться. На обычном скьюбе этого незаметно. А вот на твисте как раз все это и покажет себя. У нас здесь белый и желтые цвета имеют центры правильные, как на обычном скьюбе. Поэтому их ориентация не важна. Если мы возьмем белый и желтый по краям, то после шести пиф-пафов развернутся два вот этих центра. Передний и верхний. Давайте попробуем. Один пиф-паф. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Если у нас неправильно ориентированы все четыре центра, то этот алгоритм придется сделать дважды. Опять возьмем белый и желтый по бокам. Сначала развернем эти два центра, потом оставшиеся. Делаем шесть пиф-пафов. Здесь они делаются не так быстро, как на обычном скьюбе. Из-за того, что форма не позволяет это делать на скорости. Возможно, кто-то натренируется, и у него это получится. Вот мы развернули два вот этих центра. Перехватываем. Помним, что алгоритм переворачивает передний и верхний и два боковых центра. Делаем еще раз. Скилб собирается. Рассматриваем ситуацию, когда неправильно ориентированы три центра. То есть, оранжево-синий стоит правильно, а эти три неправильно. Помним, что шесть пиф-пафов нам меняют ориентацию вот этих двух центров и вот этих двух. Передний и верхний, и два боковых. Соответственно, если мы возьмем двести скьюб в таком положении, то мы как раз развернем вот эти три, а этот, как ни поворачивайся, будет стоять хорошо. То есть, делаем шесть пиф-пафов. Все собирается. Не очень приятно в ситуации, когда неправильно ориентирован только один центр. Решать можно разными способами. К примеру, если мы возьмем скьюб таким образом, поместим неправильный центр вниз и провернем здесь шесть пиф-пафов. У нас развернутся вот эти два центра, и мы выйдем на ситуацию там, где их неправильно ориентированных три. Можем также взять неправильный центр слева, белый-желтый будет сверху или снизу, и из этой ситуации сделать шесть пиф-пафов. Тогда у нас вот эти два центра станут неправильно ориентированными, и мы из такого положения их потом развернем. То есть, в любом случае, сделать алгоритм дважды. Давайте поставим этот центр снизу, и из такого положения сделаем шесть пиф-пафов. Мы получаем ситуацию, когда у нас неправильно ориентированы три центра. Как ее решать, мы уже знаем. Нужно взять склюб таким образом, вертикально, и отсюда тоже сделать шесть пиф-пафов. Так. Также не очень приятно, когда два неправильных центра располагаются напротив друг друга. В этом случае можно решить следующим образом. Опять за два раза. Берем сначала так, чтобы один был сверху, другой снизу, и делаем алгоритм шести пиф-пафов. И получаем знакомую ситуацию, где два центра стоять неправильно. Делаем опять шесть пиф-пафов, держа неправильный спереди и сверху. Белый-желтый по бокам. Т-кьюб собирается. Это все ситуации, которые возможны на данной головоломке. Тренируйтесь, и все у вас получится. Возможно, вы придумаете какие-то свои способы сборки. Буду только рад. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.